В Полоцке 70-летний велосипедист попал в дорожно-транспортное происшествие и погиб. Об этом сообщили в госавтоинспекции Полоцкого района. Пострадавший выехал на проезжую часть дороги улицы Ефросини-Полоцкой, потерял равновесие и погиб под колёсами автомобиля. Пренебрёг простым пунктом правил дорожного движения при наличии тротуара, двигаться только по тротуару, ехал по проезжей части, после чего потерял равновесие и было совершено дорожно-транспортное происшествие, связано с наездом велосипедиста. Велосипедист скончался. В текущем году в Полоцком районе совершено 9 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов. Из них 5 дорожно-транспортных происшествий совершено по вине пешеходов, которые выходили на проезжую часть вне пешеходного перехода. Двое нарушителей переходили дорогу в нетрезвом состоянии. В текущем году роста дорожно-транспортных происшествий, связанных с пострадавшими, остается на уровне прошлого года, нет сокращения, о чем хотелось бы тревожно заявить. Дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистов наиболее часто случается в период с мая по сентябрь, так как именно на это время выпадает высокая активность любителей двухколесного транспорта. Хотелось бы обратить внимание велосипедистов города Полоцка, а также Полоцкого района, которые перемещаются на велосипедах в двухколесных транспортных средствах по необходимости соблюдения простейших правил дорожного движения, которые касаются именно велосипедистов. Таковыми являются движения по тротуару при наличии тротуара, в случае отсутствия тротуара по краю проезжей части не более 1 метра от края проезжей части. Также особое внимание хотелось бы отметить на тех велосипедистов, которые пересекают проезжую часть по пешеходному переходу и вне пешеходного перехода, о том, что они обязаны спешиться, то есть перевести велосипед пешком и потом уже продолжить движение на велосипеде. Госавтоинспекция Полоцкого района предупреждает пешеходов и велосипедистов. За переход проезжей части вне пешеходного перехода, за неиспользование фликера в темное время суток предусмотрен штраф в размере от 1 до трёх базовых величин. Если же данные нарушения совершены в состоянии алкогольного опьянения, штраф от трёх до пяти базовых величин.